Всем привет, дорогие друзья! Пошел забрал остаток своего софтбокса, наконец-то верхушку забрал. Стойки мы уже распаковали в предыдущем видео, теперь давайте распаковывать самую главную часть моего света. Так, оценили также в 11 долларов, вес написали 1 килограмм, хотя на деле весит вся упаковка почти 2 килограмма. И забрал ее на один день позже, чем стойки, так как и эту посылку не успели на почте распаковать. Принять, точнее, по накладным или как они там принимают. Эти детали я не знаю. Ладно, давайте распаковывать и будем смотреть, экспериментировать со светом. Что, как, где становится, как будет светить. Так, 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 первое достали, второе достали, так это на сами софтбоксы, да? Здесь получается у нас сами патроны. Окей, патроны, так, патроны. Давайте открывать. Я доволен, как слон, честное слово. Почему я еще в том году их не купил, спрашивается. Так, здесь больше ничего. Так, сразу давайте достанем, чтобы не шелестеть, а то аж раздражает от целлофан. Опа, отлично, продавец даже позаботился, сразу с нашим штекером положил. Вообще супер. Так, здесь у нас предохранитель, наверное, запасной, да? Или нет? Да, запасной предохранитель. Продавец тоже учел. Ну, по идее, это каждый производитель вложит предохранители в любом блок питания и так далее. Так, ну что, большой цоколь, да, у нас. Хорошо, а то я лампочки пошел купил большие. И два режима свечения, да? Включение левая сторона и правая сторона. Или две одновременно, или какую-то одну включать. Получается будет, ага, так, если оно так, получается это или это. Ну, давайте, короче, собирать, разбирать, собирать и будет видно, что у нас здесь получится. Все ссылки будут на софтбоксы, на переходники, на стойки, будет все под видео. Так, чехлы даже нормально. Сразу, ребят, скажу, что, ну, на софтбоксах особо лучше не надо экономить. Хотя, в моем случае, это тоже дешевый софтбокс. Но есть еще дешевле. Самые дешевые покупать я не советую. Блин, какая большая. Размер, по-моему, 50, ширина и 70, высота, насколько я помню. Ну, ссылочки будут, перейдете, посмотрите. Так, ой, а как же его собирать-то, а? Так, по идее. Так, давайте пока отложим. Один переходник отложим. Сутбокс тоже туда куда-нибудь. Так, рассеиватель положим тоже в сторону. И теперь надо соображать, как его собирать. Соберу и все объясню. Все, пауза. Так, ребят, продолжаем. Оказывается, на самом деле, софтбокс собирается очень быстро и очень легко. Второй софтбокс мы попозже вместе с вами его и соберем прямо в ускоренном. Ну, я сделал немного ускоренно. Соберем на видео. Итак, теперь я хочу перейти к самим лампам, энергосберегающим, LED-лампам. Не знал, я зашел в наш дом в торговле. Кот, ты можешь успокоиться сегодня или нет? Иди отсюда. Не нервируй меня. Уйди. Вот этот код все мешает да мешает. Ни одного видео не дает мне спокойно поснимать. Так, ладно, переходим к самим лампам. Итак, взял я светодиодные лампочки. Получается у нее 15 ватт потребления и на выходе получается 120 ватт. 4000 кельвинов. Получается что-то между теплым, желтым и белым-синим. Получается чистый белый свет. Ну, насколько я понимаю, так. И взял еще энергосберегающие 150 ватт на выходе, но потребление у нас получается 30 ватт. Также 4000 кельвинов. Не знаю, что будет лучше светить. Я взял 4 сразу LED-лампы. Они довольно дорогие получаются. Сколько одна лампочка? В районе 7 долларов получается, если у нас брать. Почему я не брал в Китае? Ну, зачем в Китае брать? Ни гарантии, ничего. Когда здесь я пошел, взял в доме торговли лампочку. Там на доллар пусть дороже она будет. Но у меня два года стабильных гарантий. Если она у меня перегорит, из-за частого использования. Например, включи-выключи. Энергосберегающие боятся частого использования. Точнее, частого включения-выключения. Светодиодные не особо боятся. Ну, мало ли, она сгорит. Я пошел в магазин, сдал ее сгоревшую. Мне дали взамен другую. У меня это уже не первый раз, так как дома тоже бывает напряжение прыгает. Лампы энергосберегающие у меня стоят в основном. Я хожу, меняю и без проблем. А в Китае что? Сгорит и все. Так что, ребят, лучше купить у себя в городе. Да, я понимаю, в Китае можно купить их мощнее, там, 7000 кельвинов или 5000. Не знаю, сколько там есть максимум. По 200 ватт. У вас в городе, может быть, их и не будет, так как у меня самая максималка, что я нашел, это было вот энергосберегающие 150 ватт. И максималка светодиодной 120 ватт. Все, больше не было. В другой уже магазин не стал идти, потому что в других магазинах простых коммерческих гарантий, знаете, то работает, то не работает. Сегодня есть, завтра нету гарантии. Ладно, все, поехали. Короче, будем подключать тогда вот такие лампы в этот softbox и будем проверять, как она будет светить. Да, я взял, конечно, пошел в магазин, забыл цены, что у нас, оказывается, поднялись. Взял 4 светодиодных и взял всего 2 энергосберегающих. На еще 2 мне не хватило денег. Завтра придется идти опять докупать. Но, если они будут плохо светить, то я, скорее всего, куплю еще 4 светодиодных. Так как, мне кажется, они экономные и светить здесь, я думаю, будет не намного хуже, чем энергосберегающие. Так, распаковали, распаковали. Наверное, видео получится долгим, ребят. Так, итак, будем вставлять 4 светодиодные светодиодные лампочки. На выходе 120 ватт каждая. Получается, общий у нас будет сколько? 480, да, почти 500 ватт на выходе. Ладно, прикручиваем в наш softbox. И после этого будем одевать рассеиватель. Здесь он сделан в виде чехла и на внутренней стороне у нас липучки, так как здесь на внешней стороне также есть липучка, чтобы пристегнуть его крепко. Рассеиватель потом, я думаю, разгладится или разгладим. Если можно их гладить, не знаю точно. Ну что, ребят, скажу, довольно неплохо. Смотрится довольно хорошо. И устойчиво, кстати, смотрится. Сейчас еще поставим на штатив, точнее на треногу или как ее называть правильно. И посмотрим, как она будет стоять на высоте максимальной. Блин, офигеть просто, просто офигеть, какой он яркий. Давайте я немного, как его здесь убрать, давайте под боком. И вы сами все увидите, как у меня все время было, да, все время синего это от светодиодов. И как теперь будет? Один сбоку будет стоять и второй будет с этой стороны стоять. Ну, стол придется передвинуть. Но теперь будет идеальный. Так, это выключим. Ох, неправильно. Синеву мы выключим. И теперь будет у нас что-то наподобие того. И с другой еще стороны будет второй софтбокс. Вот так. Ну, яркий, яркий, очень яркий. А если поближе, чтобы вам было видно здесь. Я не знаю, будет, не будет. Как они там светят? Вон они светятся. Да, камера сразу, конечно, будет понижать чувствительность. И вам будет казаться, что он светит не особо ярко. Но, на самом деле, очень ярко. Вот такие его дела, ребят. Не знаю, надо будет сейчас устанавливать, смотреть, что как. Но мне кажется, что все-таки теперь он желтит, а не белит. Наверное, все-таки 4000 кельвинов маловато. Надо все-таки пятерочку брать. Ладно, разберемся. Ладно. Теперь, ребят, давайте будем собирать второй софтбокс. Минуточку паузы и продолжим. Так, ребят, продолжаем. Будем собирать сейчас быстренько ускоренные перемоточки. И еще один софтбокс. Пока свет будет и синевой, и желтизной. Ну, экспериментально. Потом хочу посмотреть, как это все выглядит. Ладно, поехали. За сколько мы его соберем? Пишите в комментариях секунды, минуты, часы. Так, ребят, ребят. Вот так, ребят, все. Софтбокс собран. Ну, еще рассеиватель надеть. Сейчас, секунду, здесь еще надо немного, надо подстегнуть. Кстати, провод здесь трехметровый, довольно длинный. И сразу нашу евровилку, что очень даже удобно. И то, что он длинный, тоже очень удобно. И вкрутим экспериментально только пока две лампы. Так как больше у нас пока нету. На большой цоколь. У меня дома все на маленький цоколь. Все, ребят. Софтбокс собран. И то это, знаете, так. Медленно, можно сказать. Можно его намного быстрее собирать. Ну что, включаем. Так, этот выключим. И выключим светодиодные. Ну как? Супер, да? Это с учетом того, что сейчас камера... Ну, я поднял ее на максималку, чтобы заснять весь размер софтбокса. Поэтому будет камера ниже. Софтбоксы будут выставлены правильно. И будет все у нас теперь ярко, сочно и все видно без всяких теней. Так, ребят. Ну вот они. Получается, этот полностью я выдвинул два метра. Он с лишним, наверное, потому что почти под самый потолок. И вот этот у нас где-то метр семьдесят я поставил. Но видно, что здесь у нас все эти люминесцентные энергосберегающие лампы. Более белый свет. Хотя написано 4000. Здесь у нас стоят светодиодные. Больше он желтит. Хотя есть четыре лампочки. Здесь всего две. Что как? Не знаю. Надо будет, короче, разбираться. Сами стойки вот у нас. Они довольно все стоят стабильно. Ничего не падает. Хорошие софтбоксы. Я думал, что если, знаете, не особо дорогой и не особо дешевый. Что-то серединка. То мне казалось, что он будет все равно такой, знаете, хлипленький. Ну, неустойчивый. А здесь я ошибался. Он вполне устойчивый. Все вот эти вот механизмы я выдвинул на максимум. И они все полностью стоят как вкопанные. Не болтается ничего. Все зажато. И все супер. Ну, просто у меня слов нету. Что еще здесь сказать? Стойки эти тоже раздвинуты на максимум. Стоят очень хорошо. Не прыгают. Давайте еще сзади покажу. Сзади что-то похоже вот на такое вот. Меня аж дотягиваться надо. Ну, два метра здесь получается под самый этот софтбокс. Ну, он немного шатается, но он устойчивый. Который пониже он уже будет... Ну, фокусируйся. Который пониже он будет еще более устойчивый. Ну, что-то типа того. Вот так, ребят. Не знаю, как еще снять. Места и так нету. Все завалено. Но софтбоксами я полностью доволен. Думаю, теперь наши обзоры будут намного лучше. Старался для вас. Делал свет. Так что, ребят, поддержите лайками. За то, что мы улучшаем наш канал. Все, всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, хоть оно и корявое. Ставим лайки, пишем комментарии. И всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.